Богата русская земля мастерами устного народного творчества. В силу сложившихся исторических условий Север издавна являлся хранилищем фольклора. А хранителями были сказители и сказительницы. Среди них Анна Ивановна Гладкобородова. 28 ноября мы будем отмечать 130 лет со дня ее рождения. Она принадлежит к числу талантливейших народных поэтов Севера. Сотрудники библиотеки Архангельского литературного музея предлагают посмотреть видеопрезентацию о ее жизни и творчестве. Анна Ивановна Гладкобородова родилась 28 ноября 1893 года в деревне Конецгорье Пинежского района в бедной крестьянской семье. Родители грамоты не знали. А вот дед, вспоминала Анна Ивановна, все читал книги и рассказывал сказы да песни. Любил петь и отец будущей сказительницы. Да и сама она с детства слыла хорошей песенницей. Когда девочка окончила три класса сельской школы, ее отдали учиться партняшному делу. Спустя год она уже самостоятельно сшила, странствуя зимой по пинежским и мизинским деревням. Летом Анна Ивановна возвращалась в родную деревню и работала на сенокосе, на уборке урожая. Приходилось гладкобородовой трудиться и на лесозаготовках, и на сплаве леса. В 1930 году она переехала в Архангельск, поступила в швейную мастерскую. Душевно и заботливо отнеслась к судьбе Анны Ивановны, создательницы Северного русского народного хора и его художественный руководитель Антонина Яковлевна Колотилова. Прослышав о гладкобородовой, она пригласила ее в 1935 году в фольклорную группу хора. Здесь Анна Ивановна познакомилась со сказительницей Марфой Семеновной Крюковой. Крюкова первой начала складывать новины, воспевающие советскую новь, героические подвиги нашего народа. Гладкобородова последовала примеру Крюковой. Анна Ивановна сложила сказ о борьбе пенежских крестьян против интервентов и белогвардейцев. Назывался он «Бой в нашей деревне». Дебют был удачным. Успехом пользовался также сказ о славных делах папанинцев, живших на льдине, который очень понравился Антонине Яковлевне Колотиловой. Она выбрала из него отрывок, который был положен на музыку, и хор несколько лет исполнял песни, как по морюшку по гренландскому. Песня эта была записана на граммофонную пластинку. Эти произведения были написаны на почве старинных былин, которые сказывались на пенеге с незапамятных времен. Уже эти первые сочинения созданы уверенной рукой мастера народного эпического повествования, сочным, ярким языком, хорошо усвоенным эпическим стихотворным размером. Были в репертуаре Гладкобородовой и старые народные песни, шутки, поговорки, пословицы, побывальщины. Анна Ивановна не повторяла предшественников. Она сразу нашла свои индивидуальные поэтические средства. Уже в первых ее произведениях обнаруживается личная творческая манера, лаконичность и лиризм. С особой силой талант сказительницы раскрылся в годы Великой Отечественной войны. Она напела в ту пору много патриотических новин. Когда гитлеровские полчища подошли к Москве, Анна Ивановна сложила сказ «Сколько зверь не рыщет, а могилу сыщет». Успехом пользовались песни и сказы «Бейте, ворога мои соколы». Под славным Ленинградом было городом, крепость непрострельная. Кто с мечом к нам пришел, тот в огне сгорит. О партизанке Тане, Наступлении и другие. В ее военных сказах и песнях присутствует неподдельный гражданский пафос, истинный патриотизм. Сказы порой звучат как призывные речи, перекликаясь с древними грамотами XVII века, в которых русский народ призывал стоять за Отечество «Все русские города». Произведения Гладкобородовой публиковались в газете «Правда Севера» и в центральной прессе. В первые дни войны ее сказ «Грудью встанем за Родину» был напечатан в «Комсомольской правде». Выступала она и на страницах газет «Правда», «Советское искусство» и других. Творчество сказительницы глубоко патриотично проникнуто оптимизмом, верой в силы народные. В дни войны Анна Ивановна выступала в госпиталях перед ранеными, перед красноармейцами, уходящими на фронт. Гладкобородова пела про богатырей сильных, могучих, про горячую любовь к Родине. Она верила в разгром ненавистного врага. Ей виделся скорый и радостный праздник победы. Светло небо будет, ярко солнышко, весел будет наш советский народ. Но Анне Ивановне Гладкобородовой не суждено было дожить до Дня Победы. Она скончалась 18 мая 1943 года от тяжелого недуга. А в 1947 году сказы и песни Гладкобородовой в записи Колотиловой были изданы отдельной книгой, небольшим тиражом. Профессор Богуславский сопроводил это издание предисловием, рассказывающим о творчестве талантливой пенижской сказительницы. Сказочно-песенны Пенижья подарила миру немало талантливых сказительниц. Марья Дмитриевна Кривополенова, Ангелина Евдокимовна Суховерхова, Анна Ивановна Гладкобородова стоит с ними в одном ряду. Обладая незаурядной памятью, они знали несметное количество исторических, лирических, обрядовых, хороводных и иных песен, сказов, прибауток, причитаний, бывальщин, новин, пословиц и поговорок. Эти произведения, благодаря им, дошли до наших дней в записях фольклористов. Пусть память о них живет в наших сердцах. А в заключении предлагаем послушать некоторые произведения Анны Ивановны Гладкобородовой. Крепость непрострельная У морей у глубоких, у океанов бездонных, во суземах дремучих, средь долин и лугов, на горе на высокой, во красево великой, вырастало орешенье, да орешенье вишенье. У того орешенье, коренье булатное, ветви листья сахарные, да вершиноть, скажем, тюжная, да позолотенная маковка. Это наша славна Родина, это наша золота гора. К ней к горе подкрался вор ночной, супостат, грабитель, вешатель. Он задумал эту гору срыть, да орешенье огнем спалить. Уж ты, Русь, страна советская, ты ль медь сём не встретишь ворога, у тебя ль нет богатырских сил, войско храброго, да добрых коней. Поднималась вокруг горы сила крепкая, несметная. Это наши красные воины, наша гвардия могутия, это вихри-укротительница, эта крепость непрострельная. Вы, сыны наши родимые, мужья верные, военные. Не жалейте вы силы храбрости, ударяйте вы без устали по хребтам затылком вражеским. Принесите вести радости по великой всей сторонушке, как спасли Москву любимую, так освободите земли советские, лютым ворогом захваченные, светло небо будет, красно солнышко, и на земле весел наш советский народ. Стал размашист удар по немецким псам. В нашей славной стране во любимой Москве много сильных людей, храбрых витязей. Это братья, сыны нами рощенные, сестры, дочери нами вскормленные. О геройстве их трудно словом сказать, умом, разумом силу их вымерять. Будет вечно греметь про них славушка, они вихрем летают в густых облаках, чудо-рыбецы плавают в зыбких морях, лавой катятся по полям степям. Наши силы растут не по дням, по часам, стал размашист удар по немецким псам. Как махнем дубьем, так и город возьмем, как еще махнем, вражий полк сметем. Анна Ивановна Гладкобородова Субтитры создавал DimaTorzok